Дорогие друзья, я вас всех приветствую в передаче «5 минут для Бога». И сегодня мы говорим на тему «Жертвенность. Причина процветания». Вы знаете, говоря об этом, мне хочется сказать каждому, мы сами отмеряем финансовое благословение в свою жизнь. Вы знаете, Иисус сказал такие слова, «Какой мерой меряете, такой вам будет умерено. Меряй добрый, тряселенный, нагнетенный, и он переполнится вам в лоно ваше». О, это интересно уже. 2 Коринфянам 9.6 говорится, Павел говорит интересные слова. Он говорит, кто сеет щедро, тот щедро и пожнет, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет. Как будто бы Бог за нас не стал решать этот вопрос. Он его взял и доверил в наши руки. И он говорит, ты сам определи, что тебе нужно. И ты это определяешь посредством своей веры. Если ты, мерой доброй, нагнетенной, утрясенной, ты берешь и отмеряешь в лоно, чье? Своё. Ты буквально отдаешь, но в этот же момент. Получается так, что ты уже отмерил то, что ты получишь завтра. Умноженное, благословенное. Знаешь, когда ты берешь мерой доброй, утрясенной, переполненной. Теперь послушай меня. Бог берет точно так же, потому что Он видел твое сердце. Он не видел просто деньги. Он видел твое сердце, с которым ты это делал. Как ты отрывал от себя, как ты лишал себя, возможно, какого-то благословения, поездки на море. Ты лишал себя какой-то покупки, каких-то сбережений, которые ты собирал, ты взял и отдал их. Это для тебя было выше твоих сил. Бог берет то же самое, делает для тебя. Но в Божьих руках это выглядит уже по-другому. В Божьих руках это выглядит иначе. Потому что когда ты жертвуешь, и когда Бог берет точно так, с таким же жертвует, то получается Он отмеряет твое лоно. Он отмеряет твою жизнь. Он дает тебе пережить благословение. Вы знаешь, я скажу тебе одну вещь. Я в жизни всегда жертвовал как безумный. И благословения ко мне всегда приходили и приходят как безумные благословения. Необъяснимые просто. Когда вы на ровном месте, когда нет денег, когда нет даже мысли что-то иметь, и Бог просто дает тебе такое, о чем ты даже не мог даже мечтать сутки назад. Буквально час назад ты не мог об этом думать. Даже не позволял себе, потому что это невозможно. Но Бог брал и поворачивал все и давал безумные благословения. Я делюсь с вами не тем, что я прочитал в какой-то книжке. Я это прочитал в Библии. Это раз. Но я делюсь с вами не тем, что я прочитал просто в Библии и забыл, а тем, что я переживаю на своей жизни. Пережил, переживаю и буду переживать, потому что Бог остается верен. Я хочу тебе сказать такую вещь. Посмотри на Соломона. Соломон, он взял и принес тысячу всесожжений. Знаешь, он бы мог быть как мудрый, мы его называем, принести сто. Принести одно всесожжение, и этого достаточно. Но послушай, приносить тысячу всесожжений люди собрались вокруг, они смотрели на это. И они задавались вопросом, что с царем случилось? Молодой царь, и с самого начала он обезумел. Он принес в жертву все же только мог. Он отдал все. Он принес тысячу всесожжений. Он просто взял и поступил не так, как поступают другие цари. Он приносил. Вы знаете, приносить всесожжения? Это непросто. Он участвовал в этом своим сердцем. Он участвовал в этом своей душой. Он участвовал в этом своими мозгами. Он приносил и приносил. Ничего не менялось, но он приносил и приносил. Ничего не менялось, но оно приносило и приносило. Ничего не менялось, но он приносил и приносило. Уже дошло до того, что уже вот 500 всесожжений. Люди думают, сейчас будет остановка, но он говорит, нет, зовите следующих, тяните их, введите всех. И приносили в жертву все подготовленные тельцы. Одно за другим, одно сто, еще сто, еще сто, еще сто, еще сто. И когда тысяча всех сожжений, Соломон помолился, и он пошел, и лег спать, и Бог пришел к нему. И сразу же Соломон начал просить его что-то. Нет, Бог стал спрашивать у Соломона. Говорит, ты скажи, Соломон, чего ты хочешь? Просто попроси у меня что-то, что бы ты ни попросил. Я Бог, я всемогущий, я дам тебе. И Соломон приносит в жертву все богатства, все цари мечтали об этом. У него была борьба, он хотел крови врагов, он хотел славы, он хотел богатства. Как все цари, он хотел состояться, он хотел быть как его отец. Но вот вдруг в один момент он говорит, я отрекаюсь от этого, я приношу большую жертву, чем все тысячи сожжений, миллион сожжений. Я отказываюсь от всего, что может иметь царь. Просто прошу тебя, дай мне мудрости управлять твоим народом. Я хочу быть благословением для тебя. Братья и сестры, самые большие жертвы, которые мы приносим в Евангелие, спасение людей. Когда мы говорим, Боже, благослови меня, чтобы через меня спасались люди. Благослови меня, чтобы через меня действовал ты, мой Бог. Вы становитесь на колене и плачете за людей. Вы готовы отдать все. Вы начинаете просто брать и жертвовать все, чтобы только Бог использовал вас для спасения душ человеческих. В этот момент вы говорите, я отказываюсь от денег, я это сделал. Я ехал на своем Мерседесе, который первый Мерседес, который я пожертвовал. Я ехал, я рыдал, я кричал на всю машину. Я говорил, не воздавай мне машинами, не воздавай мне деньгами. Только люди спасенные, вот что интересует меня в этой жизни. Вот смысл всей моей жизни. Ты меня спас, ты меня исцелил, чтобы я служил тебе. Я не хочу больше так служить, чтобы мне видеть спасение людей. Дай мне спасение людей. Я отказывался. Бог мне сказал тогда из Матвея 6.33. Он мне сказал такие слова. И я их пережил. Они были слова из Писания. Ищите прежде царства Божьего и правду его. Остальное все приложится. А вам Бог сказал, я дам тебе про Божьи деньги. Это сказал Бог. Тысячи людей. Это была моя мечта. Единственная в жизни. Другой вообще ничего мне не котировалось. А одна мечта. И он говорит, и деньги я дам тебе, и машины я дам тебе. Все дам, потому что иначе слово мое будет нарушено. Поэтому всегда отдайте, отрекитесь от всего. Жертвуйте как безумные. И жертвуйте ради того, чтобы Бог, Он взял вас и проявился в вашей жизни. Чтобы через вас спасались люди. И вы увидите, как люди будут спасаться. Я в следующей передаче расскажу вам одну интересную вещь. О том, как прийти к большому процветанию. Но вы знаете что? К вам придет процветание неизбежно, потому что Божье слово нарушиться не может. Жертвуйте как безумные. Отмеряйте мирой доброй, утрясенной, переполненной. В лона ваше. И прямо сейчас, если ты не партнер. Если ты еще даже не партнер. Ты должен знать стать партнером. Это не просто. Это стать служителем великого Бога. Финансовым служителем. Партнер это финансовый служитель. Это тот, кто прямо сейчас со мной проповедует. Потому что он все это оплачивает. Значит он проповедует. Он получит награду проповедника. Он получит награду апостола. Он получит награду спикера. Он получит награду пастора. Он получит награду учителя. Потому что все, что ты видишь сейчас, это все благодаря партнерам. Спасаются люди сегодня, когда я молюсь за исцеление. И это делаешь ты партнер. И сегодня, если ты еще не партнер, ты прямо сейчас принимай свое решение. Стать партнером, жертвовать от всего сердца, от всей души, для того, чтобы люди спасались. Ты можешь кричать Богу, не давай мне деньги, но Он даст тебе их, я говорю тебе. Ты можешь кричать, дай только спасение людей, дай мне быть частью этого Евангелия, этого живого Евангелия. Ты видишь сам, как исцеляется масса больных людей. Исцеляются, разрушаются проклятия. Люди становятся благословенными, здоровыми, счастливыми. Дети исцеляются, женщины, мужчины исцеляются. Рак уходит массово. Послушай меня. И ты можешь кричать, сделай так, чтобы я был частью. Я жертвую в это. Просто не давай мне деньги. И Бог все равно тебе их даст, потому что Его Слово, оно исполнится на твоей жизни. Матфея 6.33. Пусть в твоей жизни совершатся чудеса. Молюсь за тебя сейчас. Я верю, что есть партнеры, которые поднимают планку сейчас и принимают решение быть верными прямо сейчас. Во имя Иисуса Христа, Дух Святой, благословляю каждого партнера именем твоим святым. Прямо сейчас будь благословен, мой брат и сестра. Ты партнер. Я благословляю тебя. Тот, кто поднимает планку. Я благословляю тебя. Тот, кто принимает решение быть верным, стабильным. Я благословляю тебя. Тот, кто сегодня становится партнером впервые. Я благословляю тебя. И я прошу, Дух Святой, ты действуй могущественно в их жизни. Пусть исцеляющая сила действует. Пусть разница будет явлена уже сегодня, сейчас. Уже в эти мгновения. Уже в это время. Уже сегодня, завтра. Пусть будет явлена разница между служащим и тебе неслужащим. Между жертвующим и не жертвующим. Между частью и не частью. Прямо сейчас. Я благословляю во имя Иисуса Христа. Ты мой Бог великий. Ты сотворил чудеса. Ты исцелил больных. Положите руку на больное место. Прямо сейчас. Огонь пусть проходит через печень. Прямо сейчас. Гипотицея. Убирайся вон во имя Иисуса Христа. Прочь. Оставь тело. Оставь кровь. Оставь печень. Прямо сейчас во имя Иисуса. Я повелеваю циррозу. Убираться вон во имя Иисуса Христа. Прямо сейчас. Рак, онкология. Я связываю тебя именем Иисуса. И повелеваю. Убирайся вон. Прямо сейчас. Во имя Иисуса. помазание, которым ты мне помазал, Боже, прямо сейчас. Коснись твоей силой. Прямо сейчас в этот момент. Аллилуйя. Рак поджелудочной железы. Убирайся во имя Иисуса. Остань прямо сейчас. Прямо сейчас исцеляющая сила движется. Движется, движется, движется. Боль в груди прямо сейчас. Полное исцеление. Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Дух святой, коснись, коснись, коснись. Помазание твое пусть сегодня разрушит. Проклятие болезни разрушит артрит, разрушит эти нарушения в костях прямо сейчас, разрушит болезни костей. Во имя Иисуса прямо сейчас оставляйте палочки, костыли, оставляйте свои инвалидные кресла, поднимайтесь с кровати. Прямо сейчас делайте первые шаги по слову. Во имя Иисуса Христа вставай и ходи. Встань и ходи прямо сейчас во имя Иисуса. Обещайте Богу свидетельствовать, обещайте Его прославлять, обещайте. И я хочу, чтобы вы писали мне прямо в фейсбук, прямо на мои соцсети, потому что я хочу читать это. Домашняя группа. У меня есть прямо домашняя группа в вайбере, в фейсбуке. Я прошу вас, дорогие друзья, я лично все сам читаю, я пишите мне свои свидетельства. Я вместе с вами хочу прославлять Бога и утверждать вас в здоровье, в процветании, в благословении. Утверждать вас во всем этом. Пусть Бог вас обильно благословит. В следующей передаче я поделюсь с вами, что приносит процветание, что приносит финансы, что приносит обеспечение от Бога. Вы удивитесь. В следующей передаче мы встретимся. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok